Потому что вопрос стоит не о личном нашем чести и достоинстве, вопрос стоит о существовании российского государства. Потому что Путин, я об этом неоднократно говорил, он может утащить с собой всю Россию в могилу. Порядочные люди, они будут как в 91-м году, в декабре, растеряны. Они будут ждать приказа, приказа не будет. Что в российской политической элите, действующей, резко обострилась внутриклановая борьба. И конкретно речь идет о схватке двух группировок, которую я основно называю группировкой первой волны и группировкой второй волны. Группировка первой волны, а сейчас отождествляется, идентифицируется как либеральная группировка, группировка второй волны. Это, как императория, имперская, подчеркиваю слово, условно. Любой областной центр в России может вспыхнуть хоть сейчас. Возникнет ситуация неопределенности, политической неопределенности. На кого ориентироваться, это естественно будет всегда так. Нет, кстати, вот говорю в камеру, у меня к Путину лично нет никаких претензий. Вот нет у меня к Путину никакой этого. Будет военный трибунал, он разберет все к чему. У меня и претензий нет к системе либеральной, которую устроил гражданин Путин в моей родине. Вот в чем смысл. Вопрос стоит сейчас о том, что налицо схватка двух группировок политики. Я хотел как раз добавить. Я хотел как раз заходить, что это схватка, которую уже фактически более-менее открытая, называют схваткой за трансферт власти. За будущее преемничество. Эти две данные группировки все более и более расходятся в вопросе дальнейшей стратегии и тактики, как им действовать, пролонгировать ли власть Путина или выдвигать на его смену следующую компромиссную фигуру и кого. И вот в связи с этим и началась драка. Началась драка, в которой обе стороны уже очень мало обращают внимание, собственно, на контральную фигуру, на гаранта. Игнорируют его интересы, а не в его интересах. Это драка совершенно. Игнорируют интересы страны. И дали отмашку, в том числе, средствам массовой информации, в том числе своим всем клиентам, на мочи в противоположную сторону. И пошло мочило со всех сторон. Учитывая ретроспективный опыт предыдущий, что можно сказать? А предыдущий опыт, это опыт февраля 17-го и предшествующий период, и опыт 91-го и предшествующий опыт, я имею в виду, ГКЧП и так далее. Вот эти все вещи. Значит, о чем идет речь? Тогда тоже были группировки советской руководки, которые между собой грызлись. Вот, вспомним тоже межрегиональную депутатскую группу и многое другое. С одной стороны, она тоже на пустом месте возникла, она тоже за ней стояли серьезные съезды, это не просто так, в Верховном Совете. Поэтому, что следует ожидать? А под демократии тогда, надо сказать. Да, значит, что следует ожидать? Ну, первое, что обострение конфликтности между вот этими группировками неизбежно приведет к тому, что внутри силовых структур, я в первую очередь этот момент затраиваю, тоже возникнет определенная конфликность. Потому что в любом случае там присутствуют представители и той или иной группировки, причем именно в Верхних Шолонах, Выше Шолонах. Они всегда там присутствуют, это естественно. Каждый старался вставить сюда свой фигурок. Далее, значит, это приведет в значительной степени к тому, что при возникновении острых ситуаций, которые нужно будет гасить, возможно, силовым путем, в частности, народные волнения и туда-сюда, то мы будем наблюдать, что силовые структуры, в частности, которые ответственны за это дело, будут действовать в разных... Либо парализованы будут, смотря относительно нейтрально, либо активно давить, либо будут даже где-то там уходить в сторону вообще. То есть, иными словами говоря, в целом, если смотреть по России, то эффективное противодействие каким-то беспорядкам, которые будут возникать со стороны силовых структур, в значительной степени будет ослаблено, в решающей степени будет ослаблено. Это первый момент. Второй момент. На уровне младшего, среднего и даже высшего офицерского состава, не связанного, не встроенного вот эти планы, возникнет ситуация неопределенности, политической неопределенности, на кого ориентироваться. Это, естественно, будет всегда так. За кем идти? Они будут искать, на кого смотреть, на какое знамя ориентироваться. Это тоже будет заставлять их сдерживаться. В частности, эта ситуация была хорошо видна на той же самой Украине, когда падал Денукович. Один в один такая же была ситуация, исходная, сказать, модель украинская. Это второй момент. Таким образом, получается, что, во-первых, в силу вот этой политической неопределенности, подчеркиваю, в случае начала действительно серьезного масштабного конфликта между вот этими группировками, которые пойдут вниз, силовые структуры с этой точки зрения будут в значительной степени ослаблены. Ослаблены. Второй момент. То есть они будут ослаблены не физически, а деморализованы, дезориентированы. Вот так это сформулируют. Второй момент. Ну, возьмем тоже Росгвардию. Главная ударная сила по нейтрализации. Существуют нормативы. Вот, например, по американским нормативам, я на это сошлюсь, известно, что для нейтрализации города-миллионников, всего 1 миллион населения, нужна бригада, 5-6 тысяч человек. Вот, если город 10-миллионный, соответственно, нужно корпус, чтобы его решить задачу нейтрализации, то есть стабилизации в городе. Это вот стандартный норматив. Смотрим. 176 тысяч вот по данным интернета. Есть в Росгвардии. Но туда включается и те, кто... Мы сказали, что примерно активных штыков 1040. Не больше. То есть это... Как во Франции национальная гвардия была. Это одна Москва. В 68-м году. Постойте, это одна Москва. Или Петербург с окрестностями. Все. Что остальная Россия? Не хватает и чисто силового ресурса. По боевому составу численности личного состава, для того, чтобы решить задачу подавления в массовом порядке. Вообще, если все одновременно встает. А риск такой и есть. Примером тому может служить событие 17-го года, 28-го, по-моему, марта, когда Навальный сумел, пусть небольшие, но провести митинги сразу в 88-ми городах. То есть мы должны говорить о том, что ситуация складывается таким образом, что силовая компонента в случае возникновения действительно массовых волнений, подчеркивает действительно массовое выполнение. А каждый может оказаться не в состоянии их нейтрализовать. Ну, все-таки, значительный опыт наблюдения за нашим обществом, который профессиональный опыт, подсказывает мне следующее. Бунт в серьезных городах-миллионниках может быть сделан только тогда, когда он будет не просто поощренный или инициированный, когда он будет спровоцирован. И до него еще очень далеко. Сейчас достаточно для серьезных бунтов активность существует только на Северном Кавказе, где достаточно большое количество необразованной совершенно молодежи. и мигрантский фактор. Полагаю, что основная масса именно отечественной молодежи, если это можно так выразиться, неважно, причем, какой национальности, там русской, башкирской, татарской, якутской, какой угодно, именно местной, она все-таки на данный момент пассивна. Да, настроение, причем не только молодежи, достаточно оппозиционное, но они вряд ли без очень серьезного повода выльются в массовые протесты. Опять же, если убрать за скобки миллионы мигрантов. Можно не сказать? Это, нет, я все-таки скажу. И я совершенно согласен с Константином в плане того, что может развиваться все по киевскому сценарию. А что есть киевский сценарий? Да, кстати. Киевский сценарий, который я наблюдал своими глазами, много раз про него рассказывал, еще раз скажу. Сейчас Владимир Владимирович, так же, как в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, поднимает свое встрече за счет чего? За счет римского папы, за счет того, что... Поездок по загранице, да. Он практически в России-то уже скоро перестанет. Полные налоги с Горбачевым, кстати говоря. Ну, или там посещают, где он сейчас, в Екатеринбурге, по-моему, посещает там какой-то опять форум какой-то очередной. Он не управляет страной, он мотается и пиарится в основном за счет каких-то внешних политических фигур. Вот я полагаю, что именно поэтому одним из факторов, который будет против него использован в качестве, если не Бигфоргова шнура, то по крайней мере, одного из таких шнуров, это будет фактор внешнеполитического поражения. Сейчас оно может быть одинаково быть и в Сирии, и на Донбассе, или оба сразу. В Донбассе два месяца. Да, в два месяца. Заметьте, я просто каждый день, естественно, просматриваю все новостные хроники, и каждый день я получаю сведения оттуда. Начиная с мая месяца и по сегодняшний день, с начала мая месяца и по сегодняшний день, на Донбассе идет бойня. За эти два месяца средние потери корпусов в 3-4 раза превышают те же самые потери, как средние в течение всего предыдущего года. После первого обстрела люди бросают автомат и уходят, потому что мобилизации нету, они просто рвут контракт и все. Остаются на фронте только те, кто воюет с 14-15 года, а их с каждым днем становится все меньше, меньше и меньше. В пехотных ротах, если раньше было 30 человек, это было не комплект, то сейчас во многих это норма. Причем роты занимают участки, которые равны батальонам, то есть батальонами надо занимать, причем полнокровные. И реально речь идет именно о том, что, в принципе, противник начал подготовку к возможному блицкрипу, который он начнет только в том случае, естественно, когда будет считать, либо когда поступит команда на этот блицкрип, согласованная, я уверен, с некоторыми друзьями Владимира Владимировича здесь, в Москве, либо когда они будут полностью уверены, что северный ветер не задует, и что им за это ничего не будет. Но рано или поздно, при нынешних темпах боевых действий, при нынешней ситуации, когда корпуса, в принципе, будут, в случае удара Украины, они будут опрокинуты в первый же день. А дальше возникает вопрос, как быстро отреагирует Кремль, и как он отреагирует. Может оказаться, что задержка в сутки или вдвое, в том числе задержка не в отдаче приказа, а в передаче этого приказа, может оказаться фатальным. Вот представьте себе, в один день противник, в два дня хорошо, противник захватывает Донецк и Луганск. Или хотя бы один Донецк и Луганск, он, в принципе, мало что знает. Это будет мощнейшее военно-политическое поражение, это будет щелчок по носу, каких мало. Поскольку пять лет нас пропаганда убеждала, что воевать нельзя будет Третья мировая. Что на Украине наши уважаемые партнеры, и что совсем вот еще чуть-чуть, еще капельку, еще вот столичка, и вот наконец-то будут реализованы безальтернативные минские соглашения, которые наш вождь лично накидал у себя на коленки. Лично никто не будет. Он от большого ума взял на себя личную ответственность за минск. Замечательный, я считаю, повод. А заметьте еще один момент. А если, допустим, северный ветер вмешивается, у нас имеется, о чем мы с вами говорили, фактически большой лагерь военнопленных в Сирии, который мгновенно может быть отрезан коммуникацией, и оставлен без снабжения. Как заложники они сидят. Активные действия на Украине, я еще раз повторю, тысячи первый раз невозможны, пока наш экспедиционный корпус сидит в Сирии. Заложники. Все. Заложники. И если такой вариант, если северный ветер дует снова, это первое с 2008 года прямое столкновение. ВСРФ прямое. Не будут они ни с кем, они и будут, они просто заблокируют, и все. И имея, просто они поставят тупо свои корабли, и наши корабли не пройдут там, нам нечем воебать с этими. И последнее. Почему я говорю, что... Дело в том, что Навальный, его даже короткая победа, вот короткая, назначает интервенцию. В условиях, как правильно отметил Константин Валентинович, полного... Держи и дезорганизации. ...паралича, паралича силовых структур, это интервенции, простите, сопротивляться будет некому. Я могу добавить, к тому, что вот говорилось, что некоторые думают, что вот эти натовские войска собираются для вторжения в наши границы. Я на эту тему могу сказать только одно, что Навальный, это ставленник одного из вот этих либеральных кланов. И их инструмент. Даже не ставленник, а рупор. Рупор. Инструмент реализации фронта. Поэтому с ним не по пути. Конечно нет. Однозначно. А кто решает по пути? И более того, более того, в варианте выбора между Путиным и либеральным кланом, который может прийти вот той первой волной, я бы выбрал Путина. Более того, я могу сказать. Еще секундочку. Я закончу. Я закончу. Вы сказали. Поэтому сейчас, сейчас я говорю, полностью соглашаюсь с тем, что говорилось про вторую волну и про существующие режимы, что он губит страну. Это совершенно точно. Я не спорю против этого. Это совершенно точно. Я говорю о другом. Я говорю о том, что нужно не кого угодно поддерживать, а поддерживать здоровые силы. Это первый постулак. Их сторон силами объединяться со здоровой позицией. Раз. Второй момент, что я фиксирую, о чем мы здесь с вами говорили, что революционную ситуацию в стране создавать будет сама власть в первую очередь. В этом кофе. Она это делает. Она это делает. И нам не помешать, не поддержать невозможно. Это делает она. Что одна группировка, которая делает революционную ситуацию, что другая группировка, а не нам глубоко враждебны. И смена Путина на нового Ельцина может быть даже еще хуже и страшнее. Хотя потому, что Путин в принципе уйдет все равно. Да. Рано или поздно. А если у власти хотя бы на какое-то время закрепится более молодая, более сильная фигура, такая же бесстыжая и абсолютно антинациональная. то это просто ускорит разговор. Совершенно верно. И дальше что я хочу сказать. И на этом фоне, вот теперь, признавая тот факт, что политически здоровой оппозиции будут включать широкий спектр от монархистов до коммунистов, которые должны будут объединиться, чтобы не допустить на место Путина либерального ставленника, вот я так формирую, прихода к власти либерастов. Уже откровенных первой волны, откровенно прозападных, которые будут действовать только в 90-е годы. Она будет надообразной. Здесь, во-первых, нам потребуется фигура, но при этом мы должны четко понимать один главный центральный вопрос. Несмотря на все проблемы силовых структур, которые мы сегодня видим, только реальная армия, ФСБ и МВД способны обеспечить безопасность страны и не допустить интервенцию, в первую очередь, в том числе, если ядерная дубина, благодаря ядерной дубине. Нельзя забывать, что как только перестанет работать ядерная дубина, нас со множат. Понятно. Поэтому отсюда вытекает принципиальный вопрос, что спасение России в руках одного реального союза двух главных сил. это реальной политической оппозиции многогранной от Менахиста до Коммуниста объединенной и не театральной, не бутатральной офицерского корпуса кадрового. Спасение России в руках ее военного мускула это офицерского корпуса и политического знамени в лице вот этой реальной оппозиции, с которым бегать было. Их нужно соединить политически. Константин Валентинович, поскольку я не имею в значительной степени иллюзий по поводу бытовых представлений, то есть поседневных мыслей нынешнего офицерского корпуса, я акцентирую бы внимание по-другому. Если даже вам глубоко наплевать на Россию и на народ, запомните, господа офицеры, одно, в случае развала Российской Федерации вы будете никому никогда не нужны. И шансов еще куда-либо переехать у вас уже не будет. Даже тех, которые были у военных Советского Союза после развала СССР. вы превратитесь в пари маргиналов в нищих. И это будет уже навсегда. Ну, как примерно произошло с военными Ираками. И как это произошло с военными ГДР, когда все были уволены из рядов ННА ГДР, до капитана и ниже остались. Ну, им курсы какие-то открывали. Это вы не будете говорить. Более того, вы будете превращены в показательных мальчиков для расправ, для разоблачения, для показательных процессов и прочего. Судьба офицеров вооруженных сил Украины, которые ставили на колени и заставляли каяться перед бандитами, которые сокрушали украинское государство в 2014 году, вам покажется просто детской шалостью. Ну, что ж, друзья мои, я думаю, вы достаточно сказали, и все понимают, что если впереди некая точка перелома, и стараясь издание 1991 года, у этого нового 1991 должен быть совсем другой финал. И об этом мы сегодня очень хорошо, откровенно и сразу с тобой поговорили. Друзья мои, спасибо, что, так сказать, приняли приглашение. До следующих встреч, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова